Британские боксеры Полу Тяжелу Веса, Джошуа Буасси и Вилли Хатчессон договорились о бое за титул временного чемпиона WBO. Бой планируется провести 21 сентября в Лондоне, вечер бокса который должен возглавить поединок Энтони Джошуа. Переговоры по бою между Сергеем Богачуком и Веджиллом Ортисом находятся на завершающей стадии. Бой пройдет 10 августа в Лас-Вегасе. Всем привет! Вы на канале Воин. Без лишних слов погнали! WBC объявила Дэвина Хейни чемпионом в отпуске в первом полусреднем весе. Титул WBC перейдет к временному чемпиону Альберту Пуоло. Также WBC приказала Пуоло защитить титул в бою против Сандора Мартина. После чего победитель должен будет провести обязательную защиту против Гарри Антуана Рассела. Международная боксерская федерация IBF сняла санкции с российского бокса. Об этом сообщил директор RCC Boxing Promotions Герман Титов после турнира 22 июня. По информации источника, решение было принято в середине июня. Данные санкции действовали с марта 2022 года. Согласно им, организация отказывалась признавать и утверждать поединки на территории России. В данный момент в связи с вышеупомянутым решением уже происходят изменения в рейтингах. WBA и WBO также сняли санкции с российского бокса. Флойд Майвезер назвал лучшего боксера современности, вне зависимости от весовой категории. Мы можем поставить Джеронту Дейса на вишину топа 10 рейтинга Pound for Pound. Он точно должен быть где-то там. И Сауль Альварес сделал что-то потрясающее, когда он смог перейти в полу тяжелый вес и стать там чемпионом. Я даже не видел, как он поднялся в эту категорию. А он это сделал. Стал лучше. Но конкретно сейчас я поставил Теренса Крофорда номером один. Британский тренер Дейв Колдвейл поделился мыслями о возможном поединке Джошуа Дюбуа. Это хороший бой, рад ему. Очень увлекательный. Дюбуа в последних двух поединках показал, что лишился своих ментальных демонов. Теперь он обрел уверенность в своей крутости. Единственная проблема в бою против Иргойча. Все было и так предсказуемо. Те же двоечки без завершающих ударов. Если Даниэль будет бросать такие двоечки против Джошуа, Энтони нокаутирует его левым апперкотом. Не думаю, что Дюбуа способен выдержать удары Джошуа. Даниэлю требуется время для улучшения защиты. Если Дюбуа это удастся. С сочетанием его сильных сторон. Это очень хороший поединок. Клареса Шиллса рассказала, должен ли Дантеи Уайлдер завершить карьеру. Вы меня спрашиваете о Дантеи Уайлдере. Но он мой близкий друг. Поэтому я не хотел бы его обсуждать. Любой боец, если он чувствует, что готов уйти, то должен завершить карьеру. Мне очень было неприятно смотреть, как его нокаутируют в последнем бою. Это не тот Дантеи Уайлдер. Чемпион, которого я знаю. Не с таким ударом, как раньше. Он не так уверен в себе. Возможно, это возраст. Теперь он старше. На самом деле, все зависит от Дантеи. Но я хочу, чтобы он ушел из спорта на своих условиях. При этом сохранил здоровье при деньгах и своем уме. Так что, когда он будет готов завершить карьеру, он это сделает. Роберт Гарсиа назвал фаорит обои Ломаченко Дэвис и верит, что Давид Бенавидис способен победить Бивола и Бесербиева. Думаю, что 5-6 лет назад я бы сразу же выбрал Ломаченко. Сейчас это может быть очень сложно. Учитывая его возраст и габариты, потому что Ломаченко не самый большой легковес, я должен отдать предпочтение танку. У него просто невероятная мощь. Но Ломаченко обладает отличными навыками. Лома – боец, который не будет его бояться, он будет в замечательной форме. Так что, если Ломаченко будет драться грамотно, если будет знать, как выиграть несколько первых раундов, а затем грамотно проведет остальные раунды, то есть шанс, что он затащит этот бой. Лома – очень умный парень, но я думаю, что мощь Дэвиса окажется ему не по зубам. Может ли Бенавидес конкурировать в полутяжелом весе и победить чемпионов? Я думаю, что может, но это будет непросто. Мне кажется, что во втором среднем весе он намного лучше, там он монстр, которого мы знаем. Я не думаю, что в полутяжелом весе мы увидим монстра, которого видели во втором среднем. Но я все равно могу представить его победу. Я считаю, что Бенавидес мог бы победить Бивола или Бетербива. Я думаю, что он мог бы победить любого из них, но это были бы сложные, а не легкие поединки. Я предпочитаю, чтобы он выступал во втором среднем весе. Я не думаю, что для Лома это непосильная задача. Танку придется нокаутировать своего соперника, чтобы одержать победу. Ломаченко вполне может забрать этот бой решением. Будет забавно посмотреть на план Дэвиса. Интересно, что он собирается делать. Если пойдет вперед, обойдет джеб, то сможет контролировать Лому. Но если он будет сидеть, сложа руки и спрячется за высоким блоком, то Ломаченко победит его. Рой Джонс-младший сообщил, что его сын Деандре покончил жизненным самоубийством. Джонс не стал делиться подробностями, но попросил журналистов и фанатов не беспокоить его некоторое время. К сожалению, мой сын Деандре покончил с собой в субботу. Я так благодарен, что Бог позволил мне в пятницу вечером прийти домой и провести вечер в кругу своей семьи. Я знаю, что сейчас много людей переживают трудные времена, но ничего не стоит того, чтобы лишать себе жизни. Бог дал нам жизнь, и Бог должен ее забрать. Пожалуйста, уважайте нашу конфиденциальность, пока я и моя жена переживаем эту потерю. Если вы действительно хотите боксировать, первое, что вы должны узнать, что есть Бог, потому что Бог ваш создатель. С Богом все возможно, без Бога мало что получится. Второе, что вам нужно выяснить, как сильно ты хочешь боксировать, ты должен быть готов почти убить или умереть, если ты действительно хочешь стать профессионалом. А третье, если ты боксируешь, найди себе тренера, разбирающегося в боксе, умеющего различать личности, различать стиль, различать ДНК, который знает, как использовать то, что дал вам Бог. Что вы думаете обо всем этом? Пишите в комментариях. Буду рад вашим лайкам. И не забывайте подписываться на канал. Всем крепкого здоровья. И увидимся в следующих выпусках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok